Так, значит, мы в прошлый раз начали читать с вами Шмон и Праким, предисловие Рамбома из восьми глав трактату Авот. И первое, что мы прочитали, это его концепция души и соответствующая стратификация сил души. Подчеркнул, что душа одна. Некоторые считают, что эти силы души, они являются просто разными душами. Нет, так считать нельзя. Говорит Рамбом, нужно понимать, что душа одна, но у нее есть разные проявления. Мы говорили о том, что есть вот эти разные классификации этих самых душ. Есть классификация, которая условно можно называть онтологической, то есть соответствующей тем стратам реальности, которые средневековые античные философы обнаруживали. У нас есть растительный мир, животный мир, мир людей, и, соответственно, этому есть и души. Но мы сталкиваемся здесь с пятичастным делением на питающую, чувствующую, воображающую, побывдающую и мыслящую. Можно сказать, что эти пять сторон души можно в каком-то смысле привести в соответствие с трехчастным делением. Если сказать, что питающая соответствует растительное, чувствующая, например, соответствует животной, а воображающую и побуждающую отнести к неким изводам мыслящей души или разумной души. Ну, я в прошлый раз про это, по-моему, довольно много говорил, сейчас не будем в это входить. Значит, у нас Рамбом, мы это прочитали, да, он показал, что, в принципе, нужно различать души разных видов, души разных видов, несмотря на как бы некоторое сходство. Тем не менее, даже когда мы говорим о вот этих разных качествах души, то, тем не менее, у разных видов они различны. И по этому поводу он нам привел такой пример, он говорит, в каждом, например, из трех мест, вот три темных места, я вот здесь читаю, мы это читали, по-моему, но еще раз, три темных места, на первом зашло солнце, это осветилось место, над вторым зашла луна, оно осветилось, над третьим зажглась свеча, оно осветилось, и в каждом из трех мест появляется свет. Но причина, источник света, в первом случае солнце, во втором луна, в третьем огонь. И это источник человеческих чувств в душе человека, источник чувств осла или источник чувств орла, они различны, да, то есть, несмотря на то, что мы можем выделить чувствующую душу в животных, тем не менее, у каждого вида это разные квинтэссенции, так сказать, этих самых чувств. И нет между ними ничего общего, кроме названия, то есть, мы называем чувствующими все эти души, душу орла и душу осла, и душу человека, но на самом деле они различны. Ну, и он подчеркнул, что эта мысль не очевидна, важна, и в этом ошибались многие из философов, и это привело их к странным взглядам и ошибочным мнениям. То есть, когда отождествляется, да, вот это онтологическое, собственно говоря, деление, оно может привести к иллюзии того, что у человека, например, растительная душа, это примерно то же самое, что растение, или животная душа, то же самое, что животное. И против этого вам как раз возражают. И дальше он говорит, возможно, мы это тоже прочитали, но вернемся еще раз, возвращаясь к нашей теме, я частя от души скажу, что питающие части исходят в способность поглощать, удерживать, усваивать пищу, выводить отходы, размножаться и расти, и производить себе подобное. И разделять смеси на поглощаемое и выводимое. Питающая часть ответственна за все, что в тело входит, и за все, что из него выходит, грубо говоря, да. Подробное обсуждение этих семи способностей, путей их действия, характеристик их действия, также того, благодаря каким органам их действия становятся наиболее заметными явным, какие из них действуют постоянно, какие в определенное время, переваривание пищи. Все это относится к искусству медицины, и здесь это обсуждение неуместно. То есть он, по сути дела, говорит, что вот эта способность души, питающая часть души, это, в принципе, физиология, хотя, может быть, физиологию мы сегодня понимаем и более широкие вещи, да, но здесь он говорит о, в общем, более-менее понятных каких-то аспектах, да, жизни человека. И есть механизм, или точнее есть центр, скажем так, есть центр управления, да, вот этими всеми органами, которые подчиняются этому центру, и, значит, поглощают, удерживают, усваивают, выводят и так далее, размножаются, позволяют размножаться. Все это руководится единым центром, который называется чувствующей душой. Чувствующая, да, извините, питательная душа, да, первое – это питательная душа. Чувствующая часть включает пять всем известных чувств – зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. И оно действует по всей поверхности тела, и не имеет специального органа, как первый четыре. То есть осязательная способность не связана с органом.